Продолжение следует... Весеннюю обработку почвы лучше всего проводить одним из видов больших поскорезов. Мы сейчас взяли большой поскорез Фокина с тремя заточками. Для начала обработки лучше всего проводить, работая носочком поскореза и глубоко его заглубляя в землю. Берем в руки черенок как грабли и прерывистыми движениями, работая носочком, проводим глубокую обработку почвы на глубину 15 см. Это нужно многократно делать, чтобы разбить почву. После глубокого рыхления обрабатываем почву и разравниваем ее как граблями. А потом переходим к нарезанию лунок. Вот мы нарезали лунки, сеем семена и снова выравниваем почву, работая как граблями. Обратите внимание, что сорняки не нужно собирать, они мелкие, они засохнут потом при дождях и будут служить удобрением почвы. Все работы производим не наклоняясь. Подготовку почвы мы проводили большим поскорезом. А летом, если нужно обработать землю между растениями, то лучше всего работать одним из видов малых поскорезов. В данном случае мы взяли малый поскорез Фокина с тремя заточками и проводим обработку почвы между цветами носочком, потому что они очень часто посажены, и носочком. Если же междурядья более широкие, то можно будет работать плошмя. Сейчас мы покажем вам, как работать поскорезом Пышка. Поскорез Пышка, изготовленный из нержавеющей стали, имеет по всей длине большой зиг. Я намеренно утаптываю почву, чтобы показать принципы работы этим поскорезом. Вот мы ее утоптали, а теперь работой Пашмя такими же движениями, как поскорезом Фокина, рыхлим землю. И сразу же она превражается, переваливаясь через бугорок, который, как я вам говорил, уже находит по всей длине поскореза. Если нужно весной обработать, то можно работать поскорезом этим так же, как работают поскорезом Фокина, то есть носочком. И после этого еще Пашмя дополнительно обработать почву. Особенно удобно этим поскорезом делать нарезание лунок. Можно сделать их ровные и глубокие при необходимости. После посева культуры тоже нужно их заровнять, работая поскорезом как граблями. Мы еще вам покажем, как работать поскорезами, особенности работы поскорезами стриж и аист. В данном случае я взял в руки поскорез стриж. Обратите внимание, он имеет замкнутый контур в виде сердечка с большим отверстием. Это очень важно для всех видов обработки почвы, это отверстие. В том числе и важно для окучивания. Мы окучиваем прерывностью движениями и часть почвы пригребается к растению, а часть обратно переваливается назад. И это очень важно для рыхления, для того, чтобы почва набогатилась кислородом и окучиваемое растение быстро начинало новое развитие. Этим поскорезом можно делать все те же операции, что и другие поскорезы. И весеннюю обработку почвы, и рыхление между рядами поскорезом стриж малым или средним. Но, как я вам уже говорил, особенно удобный поскорез аист и стриж, и незаменимый для окучивания растений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok